Дом Крылосов В это время в Доме Крылосова открыт современный информационно-образовательный центр Всемирного культурного наследия Казанского федерального университета. На первом этаже находятся шесть комнат, среди которых выставочный зал и, например, Александровский зал для проведения пресс-конференций и совещаний. Посетить информационный центр, послушать лекции и мастер-классы могут не только жители, но и гости острова. Помимо этого здесь будут заниматься ученики небольшой школы острова в рамках филиала детского университета. А для работы студентов-реставраторов здесь отведены специальные лаборатории. Созданы первичные только структуры лаборатории, хотя все мощности физико-химического инструментария, которым обладает сегодня университет, они так или иначе задействованы в решении задачи фонда. И самое главное, не только создать, самое главное потом все это еще и сохранить. Поэтому нужно нам подготовить специалистов, которые придут здесь, будут работать взамен тех людей, которые сегодня. Должна быть смена поколений, а самое главное, чтобы молодые люди осознанно приходили на эту работу. С возможностями центра ректор КФУ познакомил первого президента Татарстана, государственного советника республики Ментимера Шаймиева. После чего между КФУ, Республиканским фондом возрождения, Министерством культуры Татарстана, а также Зеленодольским районом было подписано соглашение. Вместе они будут активно работать над сохранением национального, исторического и культурного наследия Татарстана. То, что связано с сохранением жизни человека, это требует глубочайших научных исследований и достижений. И то, что вы сейчас этим занимаетесь, кроме благодарности уже сегодня и на будущее, безусловно, это обеспечено. Здесь уже археологические находки уже извещают. Вот мы посмотрели аспиранта, этим занимаются. Я должен благодарить, что и сегодня соглашение подписано фондом и между университетом. Будем сотрудничать на благо возрождения. Спасибо. Анастасия Иванова, Ленардо Валитиаров, Универньюс. Анастасия Иванова, Ленардо Валитиаров.